В Москве вообще нет ни одного стадиона, где можно проводить соревнования также уродни чемпионата России. Я в мастер спорта с категорным катанием. Еще у меня есть третий юношеский разряд по плаванию, который я получила в нашем бассейне. Вообще, то, что я буду говорить, все касается нашего бассейна. То есть как раз то, что спортивная составляющая. Я вот этот бассейн хожу с 80-го года. Знаю там всех. И просто я хорошо в этом ориентируюсь. Те, кто говорили, что наш бассейн усталел технологически, они это просто были разрушители. Он был абсолютно соответствующим всем стандартам. Я проходила и на нас стояла. И видела, как он сопротивлялся. Он был построен на века. Это прекрасный бассейн. Еще. Там он был оснащен вот этой вот всей-всей электроникой необходимой. Там были дорогостоящие аминовские щитрии. Там все было так замечательно. Там приедет гол-центр. Все местали. Там были трибуны. У вас будут трибуны, кто их вашу бассейн построил? А знаете ли вы сколько, и на сколько места? На сколько? На 4 тысячи. На 4 тысячи. Хорошо. Значит, рядом с демонстрационной ванной, которая должна быть 50, 10 дорожек, ну вот это 2 и 5, вы знаете, вот эти паральные бассейны. Причем для элемента, на что тут все выверено. Потому что когда люди ставят мировые рекорды, потом приезжает комиссия. И она это проверяет. Нам изгадили стадион «Лужники», бассейн «Лужника». Он на стадии проекта был нормальным. В итоге получилось купально. Купально, там даже разряд нельзя выключить. Не то, чтобы проводить никакие соревнования. Сейчас в Москве вообще нет ни одного тренировка, где можно проводить соревнования также уровней чемпионата России. Более того, должны быть ванны-демонстрационные и точно такая же рядом, тренировочная. Потому что, конечно, народным стандартам, разминаться перед соревнованием нужно точно в такой же ванной, чтобы выверять грибок. Это в... Вы поняли? И вы хотите сделать тренировочный 25-литровый пассейн. Это уже, извините, международный спектакль. Вы хотите сделать детский пассейн. По-моему, 6 дороже, 25, глубина 1,20. У нас были два ревушайника, где детей учили, если ваш штыр там плавал, где детей учили держаться на воде. А потом приплатили большой пассейн. Это уже было... Не нужно этим тренировочным пассейнам. Сейчас, скажите, это тренировочный пассейн. Зачем это тренировочный пассейн? Взрослые люди... Потом, сейчас есть технология с дном, которая может двигаться. Сделайте такую тренировочную пассейн, если вам хочется иметь какой-то миленький пассейн. Или еще. Короче, вот все это спортивное составляющее в бассейне, я не знаю, что там будет еще. Она, по вашему плану, точно уничтожается. И больше всего я понимаю, что будет то же, что с Лужниками. Потому что я говорю, что был проект, а потом этот проект был изменен на стадии с правительством. И мы ничего не сделали. Я еще, я в 2014 году пишу письма, когда я узнала, что будет вот это все уничтожаться. Хватит молчить уже все. И я пишу письма. И мне от письма, я получаю только от письма. Только, и вот, наконец, мы нас высложили. Почему сейчас, когда все разрушено, нас, наконец, собрали на случайных? И мы, наконец, что-то сказали, каким образом госсобственность, бассейн, который вложен на мои деньги, оказался в частной собственности. То есть, почему меня не спасили, где мои деньги? Вы продали мой бассейн, ну, не вы продали, а вы продали, а вы продали. Вот уже вопрос, каким образом это произошло. И спортивные составляющие вы не сохраните. Я прошу вас, пожалуйста, заходите в три ванны, 50 метров, 50 тренировочные, а в своей вот этой вот горке делайте на горке свободной территорией, потому что детям нужно спортивное сердце. Дети не развиваются на горке.